Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем работу в прямом эфире. Как обычно, в пятницу в это время медицинская передача «Зри в корень», посвященная офтальмологии. Доктор Яна Гертнера, врач-офтальмолог, у нас сегодня в студии. Добрый день! Добрый день! Да, и мы вот до эфира тоже обсудили. Обязательно поговорим, может быть, с этого даже начнем. Лазерная коррекция зрения. Действительно, очень такой прогрессивный метод и пользуется, наверное, популярностью. Может быть, сначала несколько слов о том, что такое лазерная коррекция, потому что для многих это звучит страшно. Ну, на самом деле, ничего страшного нет, и я думаю, что, наверное, многие радиослушатели знакомы даже не понаслышке или сами прошли через эту процедуру, или их родные, близкие, потому что на сегодняшний день в мире прооперировано, ну, наверное, около 500 миллионов человек, если не больше. Миллионов? Миллионов. То есть, фактически, это полумиллиарды, скажем так. Наверное. Возможно, даже и больше нет. Трудно уловить эту статистику. Конечно, как любой метод, поначалу к нему было довольно большое недоверие, и в Латвии, поскольку мы начинали первые 20 лет назад, мы занимались также достаточно многой просветительской работой, рассказывая о том, что это такое, и как этот метод позволяет буквально в считанные секунды получить человеку, который до этого носил очки или контактные линзы, то есть был близоруким или дальнозорким, вдруг прозреть. Причем это происходит действительно моментально. Он встал после такой процедуры, открыл глаза и может уже сразу оценить то приобретение, которое дает эта операция. Особенно, я так понимаю, для тех, у кого было, ну, очень много диоптрий, скажем так, 10 и более. Вы знаете, иногда все зависит от требовательности человека. К нам часто приходят люди, у которых, казалось бы, ну, оптическая ошибка не так велика. Бывает иногда полдиоптрии, но если человек не чувствует себя счастливым, дискомфорт какой-то. И главное, что у него есть какая-то мотивация. Ну, например, я всегда спрашиваю, что вас подвигло прийти на операцию? Потому что операция и есть операция. Даже самые современные, прогрессивные, безопасные методы требуют очень осторожного подхода. Они никогда не должны быть навязаны, скажем так. Поэтому я всегда спрашиваю пациента, какая мотивация? Вот почему вы вдруг захотели, вот вы жили там в очках, в контактных линзах, иногда до 40, иногда даже до 50 лет, что-то произошло в вашей жизни? И обычно человек, задумавшись, отвечает, вы знаете, я тут начал заниматься активно спортом, мне очки стали здорово мешать, или что-то еще. Но у девушек, конечно, всегда есть мотивация, так сказать, показать свои красивые реснички и глазки, и не хочется носить очки. Так что какая-то причина все-таки есть, но помимо того, что, конечно, всем хочется хорошо видеть. Да. Вот говоря о лазерной коррекции, ну, вы уже подчеркнули, что это операция, ну, значит, мы подозреваем так, что у каждой операции, наверное, есть показания, противопоказания, может быть, несколько слов об этом. Абсолютно точно, конечно, есть очень строгие противопоказания, а показания – это желание, желание пациента избавиться от очков или контактных линз. То есть лазерная коррекция относится к косметическим операциям. Это не удаление аппендициста. Не медицинских показаний, да. Скажем так, в нашей стране, она вообще чисто косметическая, есть страны, например, Норвегия, есть Дания, где даже государство оплачивает, есть государственные программы, но это не про нас в данном случае. Значит, что это такое? Вообще, если кратенько заглянуть в историю, когда она возникла? Потому что до сих пор… А вот мы не знаем, иногда говорят пациенту, что будет там через 20 или через 30 лет. Так вот знаем. Первая лазерная коррекция была… Все мы уже знаем, да. Все мы уже знаем. Была сделана в 1988 году. Когда мы здесь еще об этом и не слышали. Когда мы здесь еще об этом не слышали. И это было ровно 30, уже даже в этом году, 31 год назад. И сделана первая экспериментальная операция была в Америке. Очень интересен сам подход. Дело в том, что лазеры, как таковые, появились в конце 60-х годов, как вообще новый прибор, который позволяет создать луч очень высокой энергии. И знаете, для чего они поначалу использовались? Они использовались для обработки микрочипов, потому что это совпало с развитием как раз вот этой вычислительной техники, ВМ, которую еще занимали когда-то там целую комнату. И был такой, скажем так, инженер, работающий на IBM по фамилии Сренивасан. Очевидно, у него был друг или знакомый, офтальмолог Трокель. И вот, я не знаю, может быть, за чашечкой пива они однажды один рассказывал другому, вот чем он занимается, я имею в виду, вот инженер рассказывал. И тут сказал Эврика, да? А Трокель сказал Эврика. А я вот офтальмолог, и я вот думаю, вот как бы нам заменить лазером нож, чтобы получить максимально, знаешь, все знают, боятся, что вдруг у хирурга там рука дрогнет, да? Так вот, возникла идея, а не попробовать ли лазером делать разрезы. Тогда еще делали носички, думали использовать его как такой разрезающий, да, делающий носички. Носички, да. А тут выяснилось, что эксимерный лазер обладает особыми свойствами. Он не разрезает, он испаряет, не нагревает ткань. Это холодный лазер, можно сказать. Вот в этом его особенность. То есть им можно обрабатывать биологическую ткань, не вызывая ее коагуляции, изменения. Она не мутнеет, не нагревается. Это очень важный момент. И вот начались первые эксперименты. Сперва там на пластмассе, потом уже на каких-то там животных глазах. И вот дошло до человека. И первая же операция показала... Эффективность, да? Свою эффективность, да. Надо сказать, что пациентка, которая пожертвовала своим глазом, она была и так обречена его потерять. Дело в том, что у нее была онкология. И она согласилась пройти первую операцию, зная, что все равно глаз должен был быть удален по совсем другой причине, поскольку у нее было онкологическое заболевание. Но до того, как этот глаз вынуждены были удалить, уже произошло его хорошее заживление. И главное, что он действительно получил тот эффект коррекции близорукости, который был заложен. С этого все и началось. И пошло победное шествие лазерной коррекции по миру. Но, конечно, не так сразу, не все так быстро. Ну, и дошло до нас. Итак, в 88-м году появляется первый метод, который существует до сегодняшнего дня, когда лазером просто обрабатывают поверхность глаза. Ну, может быть, вы слышали, по-русски это говорят ФРК, по латыни или по-английски ПРК, фоторефрактивная кератектомия, когда без дополнительных хирургических манипуляций обрабатывают поверхность глаза и дают ему зажить. Операция очень быстрая, очень безопасная по технике исполнения, но имеющая один только недостаток – довольно долгое восстановление. И часто болезненная, потому что эрозия роговица побаливает. Но, когда мы еще к этому сейчас вернемся, для каждого пациента существует какой-то оптимальный метод, который мы стараемся ему предложить. Итак, в 90-м году греческий профессор Поликорис, живущий на острове Крит, и ныне, слава Богу, до сих пор здравствующий умница, можно сказать, гений, предлагает метод, позволяющий комбинировать уже лазерную коррекцию с определенным видом хирургии, то есть создавать тончайший клапан на поверхности роговица с помощью прибора микрокератом, который потом прикрывает вот обработанную лазером поверхность, что дает возможность восстановиться за три часа. И таким образом метод этот получает название лазер инситу кератомилиоз, лазик. Лазик победил все остальное, конечно. И становится этот метод королем лазерной вообще коррекции зрения. Лазик, я думаю, каждый из вас слышал этот термин, он действительно применяется до сих пор везде, но опять же пережил определенные модификации. То есть мы все время идем к максимальной безопасности, к максимальной эффективности. То, что вы сказали, что 20 лет тому назад вы начали вот этот метод, все-таки сейчас он совершенствуется. Он совершенствуется. Не тот же лазер, который будет 20 лет тому назад. Дело не в лазере. Лазер эксимерный. Остается все равно для коррекции нужен эксимерный лазер, но он, конечно, тоже изменился, если брать его прадедушку, который был применен первый раз. Это лазеры сверхвысокой частоты, которые обрабатывают, скажем, роговицу в течение нескольких секунд. Например, современный лазер, на котором мы сейчас работаем, ему требуется всего 10 секунд, чтобы исправить близорукость минус 5 или минус 6 диоптрий. То есть это происходит почти молниеносно. Да. Это действительно очень быстро и совершенно безболезненно. Так вот, после 2000 года в практику входят еще одни лазеры, так называемые фемтосекундные, которые позволили операцию лазер сделать более совершенной. Теперь мы не пользуемся режущими приборами, а используем два лазера, которые в своей комбинации дают максимальную эффективность и безопасность этой операции. Ну и вершины пока на сегодняшний день лазерной коррекции метод, который, может быть, вы тоже где-то уже слышали, с таким приятным названием SMILE. Он, SMILE, почему SMILE? Ну, улыбка это, наверное, улыбка. Улыбка напоминает внешнюю поверхность роговицы после такой обработки. Там есть микроразрезы, которые, ну, скажем так, напоминают смайлик. А на самом деле это тоже аббревиатура Small Incision Lentical Extraction, то есть через микроразрез роговицы удаляется линзочка из толщи самой роговицы, которая соответствует в данном случае коррекции зрения. Пока применяется только коррекция методом SMILE для близорукости, но в скором будущем будет также коррегироваться и дальнозоркость, то есть плюсовая, те, кто носит плюсы. Ну вот это кратко и пробежало по основным методам, которые все на сегодняшний день имеют право существовать, и мы каждый раз для каждого пациента пытаемся подобрать оптиму. Вот теперь мы попытаемся такую вот, не знаю, хронологию для наших радиослушателей, может быть, такой вот, такой ликбез в истории вы сделали, экскурс. Вот с того момента, как, не знаю, пациент X, да, вот наши радиослушатели все-таки решил, что да, я давно думал, надо все-таки эту коррекцию пройти, как-то зрение ухудшилось, там. Что он должен делать? Вот он, не знаю, позвонить в этот центр, записаться. Какая большая очередь? Спасибо за вопрос. Пациент, который наконец осознал, что очки или линзы ему здорово надоели, он, конечно, заглядывает в интернет или слушает своих друзей-знакомых, уже прошедших такую операцию, и находит одну из клиник, занимающихся лазерной коррекцией зрения. А вот клиника профессора Соломатина, в которой вы работаете. Предположим, да. Ну, пациенты обычно всегда собирают, конечно, какую-то предварительную информацию, самые лучшие являются отзывы пациентов, но, с другой стороны, он может сам заглянуть на сайт и изучить меню, так сказать, посмотреть, что же предлагает эта клиника. Клиника профессора Соломатина имеет одно очень существенное преимущество перед, скажем, многими другими, это, в первую очередь, опыт, потому что в этом году исполняется ровно 20 лет, как в 99-м году в клинику был завезен первый эксимерный лазер в Прибалтике, и с этого эпоха лазерной коррекции началась и у нас здесь, не только в Латвии, она была первой центр также и среди других прибалтийских стран. Пациент записывается через регистратуру на так называемое углубленное обследование. Что это такое? Это детальное изучение всех параметров глаза. Мы стараемся выявить не только показания к операции, то есть... То есть, сначала диагностика, скажем так. Конечно, диагностика, причем она очень глубокая, она очень специализированная. Наверное, никогда в жизни человек, даже имевший очки, не проходил столь глубокое исследование, потому что... То есть, это не просто к районному офтальмологу в поликлинику, да? Нет, не совсем так, конечно. Это не только... Это очень тщательная проверка зрения, обязательно с расширением зрачка, то есть закапываются капельки, после которых зрачок широкий. Это делается для того, чтобы, во-первых, выявить истинное состояние рефракции глаза, то есть там близорукости, дальнозоркости, но также исследовать и более глубокие слои, которые не видны так невооруженным глазом, то есть сетчатку, зрительный нерв, исключить глоукомы. То есть, мы должны исключить ряд заболеваний, которые были бы противопоказанием. Это любые воспалительные, скажем так, заболевания глаза, хронические методы. И глоукомы тоже получаются. А глоукомы обязательно. Это заболевания, как вы знаете, связанные с повышенным внутриглазным давлением и атрофией зрительного нерва последующей. Это катаракта, то есть уже у пациента есть какая-то серьезная патология и такое скрытое поначалу часто заболевание, изменение роговицы, как кератоконус, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Я, извиняюсь, что я перебиваю, просто у нас вопросы приходят и по системе WhatsApp тоже. И вот радиослушатель вдогонку как бы спрашивает, а стигматизм тоже можно исправить ли? Конечно. В двух словах я скажу, что такое астигматизм. Дело в том, что это самое пугающее народ слово. Так только его не называют в интернете. И о стигмации, и астигматизм. А на самом деле, давайте я вам расшифрую, вам все станет понятно. Давайте опять сделаем шаг назад и заглянем в греческий. А стигма. Ну-ка расшифруйте мне, что такое а в греческом? Ну, отрицание чего-то. Отрицание, естественно. Стигма. Стигма – это точка. Но мы знаем стигматы, стигма – это точка. То есть нет какой-то точки. А стигма. Нету точки. Нету точки фокуса. Дело в том, что у человека с астигматизмом чаще всего роговица не имеет форму сферы, полусферы. То есть роговица – это наше окно в мир прозрачное. Вот посмотрите на кого-то, кто стоит с вами рядом, и вы увидите, что прозрачный купол над зрачком – это и есть роговица. Так вот, у большинства людей она достаточно сферична. Но есть люди, у которых от природы эта роговица как бы слегка сплючена, как половинка регби-меча, чтобы было понятно. То есть лучи света, проходящие через такую не совсем сферичную роговицу, никогда не могут создать точечного фокуса на сетчатке глаза. Оттуда и название – астигма. То есть в одном из меридианов глаза роговица более крутая, а в противоположном, перпендикулярном, она будет более плоская. Ну, неприятно. Вот и всё. Лазерная коррекция позволяет нивелировать эту проблему, отлично обточив роговицу и создав её максимальную, придав её максимальную сферичность в центре. Да. А если один глаз в детстве травмирован? Ещё вопрос от наших радиослушателей. Ну, травмы-то, вы знаете, бывают разные. Мы же не знаем, что с этим глазом. Конечно, пациент осматривается. Вот то, что вы и сказали. Всесторонние обследования. Конечно. Если эта травма привела к каким-то изменениям зрения, но при этом мы не находим противопоказания для лазерной коррекции зрения, то, может быть, её можно будет сделать. Я ещё хочу на секундочку вернуться к противопоказаниям, теперь уже общим. Мы обговорили противопоказание стороны глаз, но очень важно. Наши пациенты, приходя в клинику, первым делом заполняют анкету. Первая половина анкеты посвящена общему здоровью, так сказать, что является серьёзным противопоказанием. Это, во-первых, даже здоровые люди, но беременные. Так скажем, во время беременности кормления грудью лазерная коррекция не выполняется. То есть, мы просто откладываем её в данном случае. Что является стопроцентным противопоказанием? Это сахарный диабет. Хотя, казалось, поскольку сахарный диабет – это серьёзное заболевание общее, но, к сожалению, приводящее очень часто в дальнейшем при долгом стаже болезни к изменениям на сетчатке и вообще в разных структурах глаза, мы просто не стараемся не трогать людей с сахарным диабетом. Это международное такое решение. Хотя даже, может быть, в данный момент этот глаз ещё вполне здоров. А также серьёзные заболевания кожи некоторые, тяжёлые псориазы, дерматиты иногда могут, поскольку роговица тоже является производной кожи, и хирург – это не является, может быть, абсолютным, но относительным показанием точно. Такое заболевание, как эпилепсия. Почему мы тоже хотим всегда знать, не страдает ли пациент эпилепсией? Дело в том, что во время работы лазера возникает мелькание, то есть красного-зелёного цвета, и вообще это может просто спровоцировать. Но, опять же, это относительные противопоказания, и что надо сказать, что наши технологии позволяют, если у пациента вполне компенсированно находится на медикаментах, и его лечащий врач, скажем, нам даёт добро, сделать эту операцию в присутствии анестезиолога, который контролирует ситуацию так, чтобы… То есть, если надо, вы приглашаете такого специалиста. Да, у нас бывают исключительные случаи, когда мы приглашаем анестезиолога тоже поучаствовать в нашем пациенте. Может ли быть противопоказание, наверное, тоже такой вопрос часто воздает, возраст пациента. Ну, я имею в виду пожилой. Ну, конечно. Значит, вообще лазерная коррекция – это коррекция зрения людям преимущественно молодого возраста, от 20 лет. То есть, от момента, когда зрение стабилизируется и глаз становится… То есть, не в детском возрасте. Нет, в детском возрасте она проводится в некоторых клиниках исключительно по каким-то действительно медицинским показаниям. Но в данном случае мы не будем об этом говорить, потому что мы здесь в Латвии всё-таки этим не занимаемся. Но в мире, да, такие операции бывают. Дальше возраст. Где кончается, так сказать, возраст, когда ещё имеет смысл делать лазерную коррекцию? Фактически, основной диапазон 20-40 лет. После 40 лет начинаются возрастные изменения зрения даже у здоровых людей. Ну, наверное, вы знаете, что те, у кого даже хорошее зрение, после 40 начинают вытягивать руки, искать лампочку и говорить, что в последнее время всё печатают каким-то очень мелким шрифтом. Дело в том, что у человека нарушается способность к приспособлению зрения на близком расстоянии. В венецинской это называется аккомодация. То есть, хрусталь и глаза становятся малоэластичны. Ну, очень легко это понять. Волосы сидеют, где-то на хуже появляются морщинки, точно так же теряет свою эластичность, теряет влагу хрустали глаза, который у нас отвечает за вот именно приспособление. Поэтому, когда человеку 40 лет, что ему делать? Идти к лазерному хирургу? Ну, например, если у него близорукость минус 5 или минус 6, мы, конечно, всегда вопрос... Это не является, скажем, поводом отказать пациента, отправить. Мы обговариваем те изменения зрения, которые его будут ждать, если мы берём ему близорукость. И обычно предлагаем компромиссный вариант так называемого смешанного зрения, когда один глаз мы оставляем слегка недокорригирован, то есть с небольшим минусом, чтобы он помогал пациенту ещё какое-то время читать. А второй глаз, ведущий, обычно стараемся максимально скоррегировать для дали. То есть, ну, всё-таки, пожалуй, пределы это где-то 50 лет, это уже всё-таки возраст, после которого происходят другие изменения в глазу, когда операция всё-таки обычно не рекомендована. Вот мы уже фактически определились по возрастным категориям, по противопоказаниям. Вот дальше идя по хронологии, вот после того, как вы всесторонне обследовали глаз, если человек заполнил анкету, в общем, он есть, так можно сказать, годен к операции, да, вот к лазерной коррекции. Что дальше происходит? Дальше происходят очень подробные беседы с пациентом. Значит, мы не выявили противопоказаний, мы с ним садимся и подробно обсуждаем. Во-первых, конечно, вы понимаете, что большинство пациентов – это не офтальмологи, которые пришли к нам на обследование. Это обычно люди, занимающиеся всем другими делами. Они мало представляют себе анатомию глаза, они мало себе представляют возможности коррекции. Мы рассказываем, ну, стараемся максимально доступным языком объяснить, что может сделать лазерная коррекция и какой из методов был бы предпочтителен по тем или иным причинам. То есть, есть еще и разница в мире? Конечно. Дело в том, что у людей, даже здоровых, опять же, сейчас не говорим о патологии, может быть разная толщина роговицы. Человек при этом может жить прекрасно и с тонкой роговицей, и с толстой до тех пор, пока он не пришел к лазерному хирургу. Вот тут этот параметр нас начинает волновать очень сильно, потому что лазерная коррекция, любой из ее методов подразумевает все-таки истончение роговицы. То есть, чтобы изменить ее форму, мы должны, вообще в двух словах, что делает лазерная коррекция? Она линзу глаза, которая является, роговица, которая является мощнейшей линзой глаза, в диоптринном плане, в среднем ее толщина, ее сила от 40 до 48 диоптрии, это очень мощная собирающая линза. Нам нужно ее каким-то образом переточить. То есть, сделать, если мы корригируем близорукость более слабая, не столь сильная, нам не нужна такая сильная линза, если мы хотим получить хорошую фокусировку света на сетчатке. То есть, мы ее обтачиваем лазером, делая более плоской в центральной зоне, но, соответственно, и более тонкой. Поэтому мы очень точно рассчитываем параметры толщины роговицы до микронов, чтобы остаться в пределах безопасности. Дело в том, что мировой опыт, я сказала, которому уже 30 лет, показывает нам, что мы можем сделать безопасно. Поэтому мы обследуем пациентов. И мы знаем, что разные методы в этом плане могут быть предпочтительны, скажем, для людей с тонкой роговицей, для людей с такими-то параметрами можно выбирать из разных методов. Вот это все пытаемся донести до пациента, объяснив его максимально популярно, используя, может, иногда какие-то наглядные пособия, чтобы ему было тоже понятно, почему хирург, скажем, настаивает или предлагает на какой-то конкретной технологии. Из тех, что я уже вот сказала в начале разговора. И вот после этого фактически вы там назначаете день проведения этой процедуры? Конечно. Пациент должен быть в день операции абсолютно здоров. Он получает также в письменном виде инструктаж об основных ограничениях, которые будут связаны с его поведением после операции. Ничего экстраординарного в этом нет. Самое главное, что если мы делаем операцию методом фемтолазик или классический лазик, пациент должен восстановиться в течение первых трех часов. То есть после операции, поскольку у него прошел дискомфорт, на второй день приходит на осмотр, это обязательно осмотр должен быть всегда. То есть влежащее послеоперационное время, да, я скажу, почему я на этом хочу сакцентироваться, пациента должен быть осмотрен на следующий день обязательно, чтобы выявить, если они возникли, какие-то осложнения иногда в течение первой ночи. Приметодом фемтолазик это может быть механическое там смещение поверхностного вот этого лоскута или что-то еще. Врач это должен знать. Так вот, если все, это, конечно, слава богу, редкие осложнения, но если они случились, их надо немедленно поправить, так скажем. Если все хорошо, пациент может вернуться к нормальной работе в офисе. То есть работа с компьютером, телевизор, все что угодно, пожалуйста. На следующий день можно. Нельзя три вещи. Я говорю очень просто, как стишок. Мыть, тереть и красить. Все. Все остальное вы можете делать. Мыть, тереть и красить нельзя. Ну, также логично баня-бассейн тоже на некоторое время отпадает. Мы рекомендуем все-таки 2-3 недели не злоупотреблять, чтобы не внести инфекцию. Ну и, понятно, любые травмы. Все остальное, зрительная и физическая нагрузка практически не меняется. 6212-939, 6213-939. Вот по этим телефонам мы будем ждать ваши звонки. Работает, как вы помните, и ватсап. Буквально привемся ненадолго, пару минут рекламы и не переключайтесь. Врач-офтальмолог Яна Геттна у нас в студии. Вот так закончим несколько слов про лазерную коррекцию и еще вот кератоконус. Вот тоже такое заболевание есть. Но вот все-таки вот вы уже сказали, что нужно сделать. Обычно вот этой лазерной коррекции на какой период хватает? Наверное, часто вопрос вам пациенты задают. Да. Люди очень любят, знаете, покупая телевизор, спросить или узнать, на сколько лет гарантия. Да. То же самое, как ни странно, происходит при приходе, при обращении к врачу. Но вот данный случай ко второму. Не только автологию покупает, да. Да. А какая гарантия? Я всегда говорю, стопроцентная при одном условии. А я говорю, при каком условии спрашивают пациенты? Я говорю, я могу гарантировать, что стопроцентно, что ваши глаза, вот после лазерной коррекции, тот, там, скажем, идеальный результат, который мы получим, никогда не изменится. Но при одном условии. При каком? При таком, что не изменитесь вы сами. Вы мне можете дать гарантию, что вот сейчас вам 20 лет, что в 40 лет вы будете точно таким же, как сейчас или в 60. И тогда мы с вами обменяемся гарантиями и будем довольны друг другом. еще никто не попросил у меня. Да. В письменном виде, да. Что может гарантировать лазерная коррекция? Она должна, во-первых, гарантировать, что вы ее, если вы решили это делать, вы делаете в клинике, обладающей всеми необходимыми там сертификатами. Это клиника, где высокий опыт работы, аппаратура. Я могу гарантировать сам метод, который себя уже не нуждается в защитниках, в адвокатах. Метод существует, он проверен во всем мире и все его разновидности в том числе. Что нельзя гарантировать? Конечно, каких-то индивидуальных ответных реакций. Потому все спрашивают, а осложнения бывают? Ну, нет медицины без осложнений. Если вы куда-то пришли и вам сказали, ну что вы, никогда ничего не бывает, это неправда. Бывают. И список осложнений, если открыть там интернет, вы прочтете довольно длинный. Но утешает то, что процент осложнений составляет, ну вот если так посмотреть, он какие-то сотые доли процента. И это вовсе не сказано, что это должно быть настолько драматичное осложнение, которое приведет к потере зрения. Это могут быть различные нюансы. В медикаментах тоже так прочитаешь, да, 150 страниц. Да, вы знаете, что вот от того же, скажем, аналгина в мире умирает 10 тысяч человек. Никто аналгина почему-то не боится. Но, в принципе, вот так, статистика такая вещь. Поэтому, еще раз говорю, что приходя, обращаясь к врачам, к хирургам, которые делают, скажем, то или иной хирурги, в данном случае мы говорим о лазерной коррекции, обязательно надо оговорить этот момент. Но, опять же, еще раз могу сказать, лазерная коррекция не могла бы завоевать весь мир, если бы она была достаточно опасной или часто вызывающей осложнения. И, конечно, зависит от того, в какой клинике, с каким опытом вы делаете. И еще раз я хочу вернуться к вопросу. Я сказала, почему пациент должен быть на следующий день осмотрен. Вот некоторые люди предпочитают ехать куда-нибудь, скажем, за границу, быстро съездил, вернулся, да, в тот же день. Почему так делать не стоит? Или почему это рискованно? Потому что, если вас на второй день не посмотрели, и у вас действительно произошла, ну, на самом деле, может быть, не очень серьезная проблема, но она не серьезная только в том случае, если она будет немедленно решена, этот вопрос. Если вы обратитесь к врачу даже иногда через несколько дней, часто это может привести уже к достаточно серьезным последствиям, которые могут остаться на всю жизнь. Там измененное зрение, искаженное зрение, двоение или что-нибудь в этом духе. Поскольку лазерная коррекция происходит на поверхности роговицы, то все осложнения именно связаны с каким-то некачественным зрением вот в отдаленном, скажем, там, периоде по каким-то причинам. Поэтому, решаясь ехать куда-нибудь, подумайте о том, как обезопасить самих себя, как получить вовремя медицинскую, так сказать, квалифицированную консультативную помощь. Что мы еще хотели бы сказать при обследовании пациентов углубленным, зачем мы так гоняемся и что мы пытаемся поймать. Есть такое заболевание, не часто встречающееся, но в последнее время, к сожалению, процент. Вот мы сейчас к нему переходим, да? Перейдем, да, к этой теме, она очень важна и, может быть, для кого-то из наших слушателей информация окажется действительно очень полезной. Есть такое заболевание с названием кератоконус. Но, опять же, наш греческий язык нам поможет расшифровать этот медицинский термин. Кератес – рог, роговица, конус – это кератоконус, конусовидно измененная роговица. Как проявляется кератоконус у людей? В жизни, да. В жизни. Например, преимущественно страдают им мужчины молодого возраста. В возрасте чаще всего колебания возраста от 18-20 лет до 40, вот это временно типично, но бывает, и, к сожалению, более раннее начало и даже у детей. Бывает и у женщин, но в процентном соотношении гораздо реже. Так вот, вдруг человек замечает, у которого, скажем, всю жизнь было хорошее зрение, он проходил комиссию, он там, я не знаю, водил, знал, что не было проблем. И вдруг он понимает, что что-то начинает меняться. Не возрастные изменения, он ещё достаточно молод, он хорошо читает вблизи, начинает двоиться, начинает что-то меняться. Он идёт обычно куда? В оптику. И говорит, наверное, что-то у меня изменилось, подбери темнячки. Оптик мучается, никак не может настроить ему хорошее зрение. Я не понимаю, в чём дело, да. Что случается? И если эта оптика, так сказать, и оптометристы, которые там работают, подходят разумно, они чаще всего рекомендуют обратиться в какой-то специализированный центр. Вот там, где, например, занимаются рефракционированием. То есть они понимают, что тут не то? Они должны знать, они должны быть осторожны, они должны быть подготовлены. Что может быть? Вот есть такое заболевание, как я сказала, кератоконус, когда роговица вдруг спонтанно начинает деформироваться, истончаться, и вот она приобретает потихоньку такую конусовидную форму, которая для пациента выражается в том, что он начинает вдруг вот плохо видеть. Непонятно. Он вроде видит, но ему надо всё время прищуриваться, у него появляется какой-то непонятный астигматизм, которого не было до этого. Он знает, что у него очки, вообще очков не было. А тут очки нужны, очки как-то не помогают. Особенно те, кто привык тереть глаза. Вот не трите глаза. Это провоцирует изменения на роговице. Те, у кого есть сопутствующие заболевания, те же заболевания кожи, например, аллергические состояния, они подвержены большему риску. У женщин иногда кератоконус начинается во время беременности, когда изменяется вообще гормональное состояние, в том числе ухудшается коллаген, бывает на животе так называемые стрии, растяжки. То есть, если внезапно начало ухудшаться зрение у достаточно взрослого человека, не школьника в первую очередь. Ну, или не пожилого. Не пожилого. Это всё-таки в основном заболевания молодых людей. Ещё раз говорю, от 20 до 40. Обязательно обратитесь, сперва можно обратиться, если вы так, по ходу в оптику или в специализированный центр, чтобы, по крайней мере, это исключить. И вот, когда мы отбираем пациентов на лазерную коррекцию, главным противопоказанием как раз является наличие кератоконуса для лазерной коррекции. Этим пациентам нельзя её делать, потому что мы только усугубим ситуацию. Но мы... Вот для чего он за всестороннее обследование. Да, но мы сразу меняем тактику и назначаем то лечение, которое поможет им сохранить зрение. Потому что кератоконус в запущенных стадиях, к сожалению, сделать очень мало что можно. Человек практически становится очень слабовидящим и кончается, например, делопересадкой роговицы, которую всё-таки можно заменить. Так вот, наша задача – выявить кератоконус на ранних стадиях, если появились подобные жалобы, и остановить его развитие, что в наших силах. Это с помощью операционной... Есть специальная методика, называется кросслинкинг. Это тоже лазер, но совсем другой, который позволяет в течение достаточно короткой одноразовой процедуры, занимающей не больше часа, да, остановить и прогрессирование заболевания. Что-то прогрессирующее заболевание, об этом надо помнить. Значит, ещё раз призываю вас не тереть глаза, потому что трение глаз, к сожалению, является тоже одной из основных причин развития кератоконуса. – Так вот, обобщая то, что было сказано, значит, фактически, если мы говорим о кератоконусе, насколько это распространено? Вообще мы видим, если, я не знаю, есть ли какая-то статистика, что с таких вот пациентов... – Значит, в мире растёт количество таких пациентов. Особенно это заболевание характерно для южных стран, для арабских стран. много его, скажем, и в Армении, вот мы сейчас только что вернулись, его много там в каких-то южных странах практически везде встречается. Но и у нас на севере с этим тоже всё очень хорошо, в кавычках, конечно. Когда я начинала свою карьеру офтальмолога, мне было сказано, ну, в Латвии максимум 20 человек, ты вряд ли их встретишь там за время своей работы. Так вот, я могу сказать, что... – Встречаю. – Я встречаю их каждый день теперь от этих пациентов. – Каждый день? – Каждый день. Ну, конечно, тут есть определённый момент того, что наш центр занимается фактически единственным лечением этой проблемы, и рано или поздно пациенты, даже уже раньше где-то поставившие диагноз, приходят к нам, потому что мы именно занимаемся лечением кератоконуса. Но я ещё раз хочу сказать, что вот если нас кто-то слушает, у кого появились вот похожие жалобы, симптомы, о которых я сказала, непонятное ухудшение зрения... – Ждать нечего. – Ждать нечего, проверьтесь, просто проверьтесь. Скорее всего, может быть, ничего и не будет, но всё-таки риск определённый существует. Раньше считалось, что таких пациентов один... У нас, по нашей статистике, может быть, где-то 20 человек там на 100 тысяч, да, это не самое распространённое заболевание, слава богу, но всё-таки оно требует своевременного лечения, и оно возможно. – А что касается вот лазерной коррекции, вот возвращаясь к такой туповой сегодня темы, наверное, у вас тоже пациенты спрашивают, ну, вы уже по гарантии сказали, но вот такой практический вопрос, который, наверное, волнует пациентов, если у них было очень много диоптрий, да, вот, наверное, у них зачастую возникает вопрос, я смогу избавиться от очков полностью, или у меня будет просто очки, ну, более слабые, там, не знаю, минус один. – Это великолепный вопрос, значит, он, опять же, какие возможности вообще лазерной коррекции? – Да. – Практический диапазон, если мы говорим о коррекции близорукости, до 10 диоптрий. Дело в том, что просто, поскольку я ещё рассказала, это связано с истончением роговицы, мы не можем её истончать бесконечно, это будет опасно и приведёт к тому же, вот, типа, кератоконуса, изменение роговицы, кератектазия она называется. Поэтому хирург должен оставаться всегда в зоне безопасности. Есть альтернативные методы, если пациенту нельзя сделать. Например, есть люди, вот, это их, слава богу, не так много, с очень тяжёлыми нарушениями, вот, рефракции, даже минус 14, минус 15, или не такой большой минус, но очень тонкая роговица, для них существует альтернативный метод коррекции зрения хирургических – это имплантация внутриглазных дополнительных линзочек, они называются фейки-клэнс, то есть, остаётся хрусталик, и мы добавляем просто контактную линзочку внутрь глазу, образно говоря. То есть, такие операции в вашем центре тоже делают? Да, конечно, это специальные линзы, которые просто дополнительная линза внутрь глаза, мы ничего не убираем, мы просто добавляем, которая позволяет скоррегировать близорукость даже до 20 диоптерей, так что возможности у этого метода тоже очень велики. – Но если до 10, то в принципе… – Всё зависит от параметров, ещё раз говорю, анатомических. – Но бывает… – В большинстве случаев, да, в большинстве случаев, если нормальные параметры толщины роговицы, то лазерная коррекция до 10 диоптерей эффективна и даёт в большинстве случаев возможность полной коррекции зрения без остаточного минуса. – То есть, если мы и тоже вот то, что говорили, подводим итоги, то то есть фактически приходить надо, и если есть желание действительно вот избавиться от очков и линз, или же есть какие-то симптомы, ждать нечего, да, то есть самому, как обычно, не рассосёт, да. Может быть, буквально ещё последний вопрос, что касается каких-то воспалений, которые вот люди перенесли, какое-то время должно пройти для того, чтобы… – Конечно. Ещё это касается также всех, кто носит контактные линзы. Перед тем, как идти на такое углублённое обследование, мы обязательно рекомендуем, ещё не видя пациента, сделать хороший перерыв минимум неделю, желательно даже больше без ношения линз, особенно те, у кого стаж там по 20 лет, потому что линзы даже хорошо переносимые влияют, вызывают, во-первых, очень распространённый в наши дни синдром сухого глаза. Наверное, о нём все слышали, все знают, что это очень неприятная вещь. Мы его сами провоцируем тем, что вот носим линзы, работаем в офисах, поэтому, готовясь к такому визиту к врачу на обследование, рекомендуем сперва сделать хороший перерыв. Если были перенесены до этого какие-то воспалительные заболевания глаза, то перерыв может быть и дольше, ну, врач может посмотреть и сам назначить ещё какое-то графикное наблюдение. И по интернету до прихода в клинику, может, какие-то вопросы задать. Конечно, конечно, у нас очень квалифицированные сотрудники ответят на все вопросы. Спасибо большое. Наша передача выйдет следующую пятницу в это же время, в 17 часов, но я надеюсь, что тоже будет из командировки университета профессора Ломатина. Но если у вас вопросы остались по лазерной коррекции, не успели до конца прослушать эфир, во-первых, он будет и в архиве в нашем сайте, но самое главное, что мы можем связаться с клиникой и все интересующиеся вопросы задать. Спасибо большое. Всего доброго.